Привет, друзья! Сегодня я хочу продолжить тему начального обучения на скрипке. В моих прошлых видео я рассказывала о постановке корпуса и постановке левой руки скрипача. Сегодня я хочу рассказать о постановке правой руки. Хочу сразу обратить ваше внимание, что эта тема для скрипачей очень важна, потому что от постановки правой руки будет зависеть ваш звук, штрихи и, скажу даже больше, ваша карьера скрипача. Первые уроки над постановкой с ребенком можно начать на карандаше. Если посмотреть на ладошку ребенка и условно провести по ней линию, то можно увидеть, что смычок или карандаш будет располагаться на ней от средины указательного пальца и до самого кончика мизинца. Можно придерживать наш карандаш большим пальцем, чтобы он не упал. Большой палец должен быть слегка закругленным и не давить на карандаш. Он должен слегка прилегать к карандашу. Когда мы развернем нашу ладонь карандашом вниз, должно получиться так. Средний и безымянный пальцы лежат вторыми фалангами глубоко на карандаше, рядышком, но не плотно прилегая друг к другу. Указательный палец немного отодвинулся от среднего и также лежит на смычке или карандаше второй фалангой. Мизинец чуть отодвинулся от безымянного пальца и стал на карандаш подушечкой. Средний, безымянный и большой пальцы держат смычок на струне, поэтому их называют держащие колечко. От указательного пальца будет зависеть плотность и красота звука, поэтому его называют звукообразующим. А мизинец помогает указательному регулировать звук, поэтому он называется звукорегулирующий. Когда у ребенка начнет получаться постановка на карандаше, можно дать ему смычок. Для того, чтобы он не хватал смычок, можно сказать, что пальчики на смычке отдыхают и катаются. Друзья, мы поговорили о постановке, а теперь поговорим о звукоизвлечении. Для того, чтобы у вас получился красивый и плотный звук, нужно следовать ряду простых правил. Начинает вести смычок плечо правой руки вниз от колодки к концу. Оно будет двигаться по невидимой прямой линии. Вправо, до того момента, пока плечо и предплечье образуют прямой угол. Смычок при этом движется параллельно подставке и строго по одной точке струны. А рука плавно разгибается в локтевом суставе. Плечо доводит смычок до его средины. Точнее, до той его точки, в которой плечо и предплечье будут образовывать прямой угол. До этого момента плечо является главным или ведущим. После образования прямого угла главным становится предплечье. Оно доводит смычок до конца, немного разворачивая его внутрь. Такое поворотное движение предплечья называется пронация. При введении смычка вверх от конца к колодке все движения правой руки выполняются в обратном порядке. Правая рука сгибается в локтевом суставе, а предплечье, двигая смычок вверх, доходит до прямого угла с плечом и плавно поворачивается наружу. Такой поворот предплечья называется супинация. После этого ведущую роль перехватывает плечо. Оно и доводит смычок до колодки. Кисть будет следовать за предплечьем, немного прогибаясь у конца и немного поднимаясь у колодки. Правило второе. Смычок должен двигаться параллельно подставке и по одной точке струны. Эта точка называется точка касания. Находится она посредине, между подставкой и грифом. На струнах соль и ре, более толстых, эта точка находится ближе к грифу, а на струнах ля и ми, ближе к подставке. Правило третье. Во время игры смычком все части правой руки должны находиться на высоте той струны, по которой в данный момент движется смычок. Такое движение правой руки называется игрой в плоскости струны. Когда вам нужно перейти на другую струну, смычок переводится в плоскость этой струны всей рукой, а не какой-либо ее частью. Такое движение называют рулевым движением локтя правой руки. Правило четвертое. Если провести смычком по струне от колодки до конца всей лентой волос с одинаковым нажимом правой руки на трость, то звучание получится не одинаковым. У колодки звук будет громче, а у конца тише. Это происходит потому, что смычок построен неравномерно. Нижняя половина его тяжелее, а верхняя легче. Как же нам добиться равномерного звучания? А очень просто. Нужно у колодки играть только частью ленты волоса смычка. Для этого нужно наклонить трость в сторону грифа. Таким образом звук получится тише. К концу смычка трость выравнивают и играют всей лентой волос. И звук, даже без дополнительного нажима рукой, становится громче. Кроме того, у колодки можно играть почти без нажима, а верхнюю половину смычка наоборот прижать к струне сильнее. И таким образом звук тоже будет выравниваться. Наклон и выравнивание трости также помогают мягкой и неслышной смене смычка. И пятое правило. Нельзя поднимать ключицу ни при каких обстоятельствах. Поднятие ключицы вызовет напряжение в руке. А наша задача стремиться к свободному движению правой руки. Как видите, друзья, постановка правой руки – это очень ответственный процесс. И по своему опыту скажу, что дети не могут сразу все запомнить и сделать это. Но если вы будете помогать им в этом и постоянно обращать их внимание на эти правила, тогда вместе вы обязательно добьетесь успеха. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. А если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь и ставьте лайк. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. А в завершении своего видео я хочу вам показать постановку правой руки нескольких великих скрипачей. Желаю вам приятного просмотра. И до новых встреч. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»